Можем было бы ее не тащить, в принципе. Что снимаешь? А это еще не болится. Руками-то не лезь. Она уже работает. Аккуратно не ранен. Спокойно. РОМАНИЧНАЯ МУЗЫКА У меня есть электронитор. Снимай, потому что Ваня будет переводить. Садись, садись. Ой, Господи. Кто-то учит. Все, больше некому переводить. Василий, ты чего там булкушка среди проповедей? Бубины. Бубины, бубины, бубины. Кто-нибудь не знает, тебе говорят, гунов. На скамейке сидел, на скамейке сидел. Бубин, говорю ты, не бубни, когда идет служба, вообще не разговаривай никак. Песня. 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 благослови наше собрание Господи, научи нас вере истины основанные на страхе Господьем и Слове Товим Святом Господи и чтобы мы эту истину могли донести людям не знающим Тебя, погибающим во Тве неверия слава Тебя за все во веки, аминь аминь ребята, девчата идите сюда во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь Евангелие от Матфея, 6 глава 22 стиха светильник для тела есть око итак, если око Твое будет чисто то все тело Твое будет светло если же око Твое будет худо то все тело Твое будет темно итак, если свет, который в Тебе тьма то какова же тьма толкование то есть если ты оковал свой ум заботой о богатстве то ты погасил светильник омрачил свою душу потому что как око когда оно чисто, то есть здорово освещает тело а когда темно, то есть нездорово оставляет его во тьме так и ум с заботами ослепляется и при слепоте ума темна бывает и вся душа ибо ум есть око души Евангелие от Матфея, 6 глава 24 стиха Никто не может служить двум господам ибо или одного будет ненавидеть а другого любить или одному станет усердствовать а другом не родить не можете служить богу и мамоним толкованием двумя господами называют бога и мамону потому что они дают противоположные приказания мы поставляем в господина себе дьявола исполняя его волю равно и наше чрево делаем богом но существенный и истинный господь наш есть бог не можем мы работать богу когда работаем мамоне мамона есть всякая неправда неправда же дьявол видишь что для богатого и неправедного невозможно служить богу ибо алчность к приобретению имения отвлекает его от бога 25 стих посему говорю вам не заботьтесь для души вашей что вам есть и что пить и для тела вашего что одеться душа не больше ли пищи и тело одежды толкование по алчности к имуществу отторгаются от бога душа будучи бестелесной не имеет нужды в пище но господь говорил таким образом по общему обыкновению потому что душа как видим не может оставаться в теле без питания плоти господь не запрещает трудиться но запрещает совершенно предаваться заботам прекращая дело духовное и пренебрегая бога вот что запрещается должно заниматься земледелем но особенно нужно заботиться о душе кто дал больше душу и тело тот неужели не даст пищи одежды матфея 6 26 взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирают житницы и отец ваш небесный питает их вы не гораздо ли лучше их толкование господь мог представить в пример Илью и Анна и сказать как они жили но он напомнил о птицах чтобы дать нам почувствовать что мы неразумные и их Бог питает их вложивши в них естественность мушленность доставать себе пищу матфея 6 27 да и кто из вас заботится может прибавить себе росту хотя на один локоть толкование хотя бы ты заботился ничего не сделаешь без воли Божией зачем же мучить себя попусту матфея 6 28 29 и об одежде что заботитесь посмотрите на полевые лилии как они растут не трудятся не придут но говорю вам что и Соломон во всей славе своей не одевался так как всякое из них толкование не одними неразумными птицами стыдит нас но и увядающими лилиями ибо если Бог так украсил их хотя в том не было никакой нужды то не тем ли более удовлетворит нашу нужду в одежде вместе с им показывать что хотя бы ты весьма заботился однако не можешь украсить себя так как лилии ибо и сам мудрейший и изысканнейший Соломон во все свое царствование не мог одеваться подобно им Матфея 6.30 если же траву полевую которая сегодня есть а завтра будет брошена в печь Бог так одевает коль ми паче вас маловеры толкование отсюда научаемся что не должно заботиться об украшениях так как это свойственно цветам а потому всякие украшающиеся есть сено а вы говорит разумные существа вас Бог составил из тела и души все преданные житейским заботам маловерны ибо если бы они имели совершенную веру в Бога не стали бы так много заботиться Матфея 6.31 32 и так не заботьтесь и не говорите что нам есть или что пить или во что одеться потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш Небесный знает что вы имеете нужду во всем этом толковании есть не запрещает но запрещает говорить что будем есть как обыкновенно богатые говорят вечера что станем есть завтра видишь что он воспрещает изысканность и роскошь в пище Матфея 6.33 ищите же прежде царство божие и правды его и все это приложится вам в царство божие есть наслаждение благами но сие наслаждение дается за правду и так кто печется о духовном тому по щедроте божией дается кроме всего и телесное аминь аминь спасибо Христос приложится а что приложится за то что приложится все старания наши в основном а прежде нужно поработать поработать нужно по делам во спасение души своей и тогда все телесное все необходимое для тела нам приложится чтобы не было наоборот но прежде всего благодарю братьев сестер за поздравления я еще раз понял что нахожусь в семье близких родных людей и мне жаль людей которые ушли потому что а караван идет идет и идет несмотря на то что их нет с нами жаль очень жаль терять близких людей а сатана очень все больше и больше злится я все время вспоминаю тот первый момент когда у меня возникла мысль как же так это еще мы были там на интернациональной на Никитина на втором этаже народу полно и все такие вот ревностные все стремятся на службу никто не опаздывает и в субботу и воскресенье ну как так вот как же сатана терпит это все и потом как началось муравьёк дальше пошли пошли молодежь и до сих пор и все больше и больше и разные способы то через родственников тот из родственников уехал там где-то что-то там так вот угодить чтобы родственникам уже раньше говорили что не это не не может быть чтобы одно и то же было МП и наша значит вот община теперь уже все там одинаково что у нас он убедит он убедит в том что нет там ямы а яма-то вырыта она еще покрыта она еще там и следы там сделаны специально чтобы ты пошел по этим следам и упал в эту яму надо заботиться заботиться о том чтобы батюшка постоянно говорил нам нужно нудить себя заставлять заставлять не убить не потерять эту первую любовь которая была по которой мы бежали на занятия бежали сюда на службу а сейчас в субботу батюшка даже батюшка когда приезжает на службу нас раз-два и обчелся ревность она возгреваться должна любовь должна возгреваться постоянно трудиться нужно а без труда и ничего не будет никакого и тогда все старания которые были десятками лет уже некоторых людей больше не один десяток лет уже здесь и потом раз и все и все дальше все дальше то вот здесь постоял потом там постоял а потом нету вообще призываем постоянно разделите любовь таковы жертвы вот пришел сюда здесь поговорили мы пообщались разделили свои нужды беды печали скорби все разделили пополам вот это деление пополам и есть жертва угодная Богу да принесите Богу жертву сравни свою жертву с жертвой Христа по дежурству брать одного другого третьего один не могу один не хочу второй не хочу а вот придем и угольки одни куда придем где будем молиться да есть там наблюдение есть наблюдение наставник нас просит чтобы здесь было физическое наше присутствие конечно и присутствие может случиться и может сгореть и угольки будут но тем не менее вероятность этого меньше потому что можно какие-то меры предпринять позвонить одному второму третьему вызвать какие-то службы определенные опять же вот в этом ревность наша о парящих давно не вспоминали любовь с Петровым почему-то я не вижу и в списках нигде нету путешествующая она уехала к брату там случилось несчастье жена умерла и она уехала туда на жительство или что ну нет вроде бы как бы это ну пока вот нет до сих пор кто его знает на что связи она не отвечает на сотовый телефон поэтому что там она побудет пока Маргарита сегодня позвонила она собрала спину помолитесь за ее спину с Арбалах теперь еще хотела я Цветы Зайнудиновой вам передать большой привет она там в церкви вот к тому что говорил Андреевич она в церкви сейчас готовит там постоянно все это на бесплатной основе ее там избрали она ей как бы вещи приносят она распределяет там ну в общем деятельность в каком городе она живет где живет она нашла себя ну под Новосибирском Мереть Мереть так у нее дети поднялись у нее муж у нее пил а сейчас остановился все и она ревностная такая прихожанка езжала она тут у нее почва хорошая все и не в тюрьме дети даже нет они же поженились старшие все семьи хорошие у них все слава богу ездит хозяйство она и ревностно все так она приезжала течет 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 родители отра и малютина низкий вот здесь у нее конечно сыновья остались и она переживает за них и мать осталась как бы одна там же вот звонила она Виктору вот она не дозвонилась один раз ему конечно здесь на работу устроиться очень-очень трудно если не зная языка он еще не знает языка поэтому на каких-то подсобных может будет работах и тем более умер отец теперь Господь усмотрит ом на себя но он входит на курсы изучения языка он такой способ выучит а там в сфере общения вообще из-за моих если воздохните сегодня они едут туда продали квартиру едут в Новосибирск сегодня но через два дня вернутся потому как детей оставят здесь и документы там подписать им все больные наши сестры присмотрены про Настю что про Настю Настя трудно очень у нее такой болевой синдром более жестокие боли которые сложно обезболить но барокамеру мы продолжали в эту неделю и как бы вот эффект какой-то есть там наверное открылись шунты имеется в виду дополнительные такие сосуды вроде немножечко снизилась желтуха звук прошел так что буду простить что вы продолжили эту процедуру барокамеру будут держать пока сегодня решается вопрос я был у Мещенко кстати Мещенко Александр очень сложно мне было найти его не то что в контакт но на контакт он пошел сразу так и дал все необходимое для того чтобы сделать холецистостому то есть разгрузить желчеводящие пути чтобы выходила желчь снаружи а если желчь снаружи то нужно эту желчь восполнять то есть нужно будет пить желчь внутрь как это пойдет не знаю молите чтобы господи как-то вам легче чтобы руки раба Павла Павел зовут врача который взялся за это дело опыт у него небольшой осложнения бывают разные вплоть до того что там может возникнуть тяжелое кровотечение желчь может попасть в брюшную полость желчный перитонит разные сертифические осложнения но тем не менее пытаться нужно потому что выхода нет потому что там все сдавливается процесс идет тошнота работа постоянно есть ничего не может так что тяжело очень трудно очень трудно и хотя бы вот слово утешение почаще бывайте у сестры я знаю что приходят сестры помоют ее там все необходимо сделать но ходите сестры не забывайте я понимаю что у каждого есть свои семьи свои заботы свои обязанности вот а какие у них часы посещения часы обычные часы до 14 утра и 16 до 18 45 вечера не все пришли потому что у нас так получается много в один день пришли а потом вообще никого пускай много ничего страшного нормально это начнется сейчас начнется спрашивайте она в курсе кто сегодня идет она в принципе если вы что-то носите а духовно один день густо а другой пусто знаете тоже как бы не очень позвонили кто сегодня идет договорились пошли кто завтра кто может какой день чтобы вот направили кто-то едет к ней ну Ванюша сдал экзамены все у него будет аттестат и все четверки поэтому помолитесь чтобы Господь устроил его куда он желает поступил он в техникум ветеринарный в Павловске чтобы поступил еще сдавать экзамены эти аттестат нужно получить 20-й аттестат получаешь да Ваня? 20-й аттестат а в училище уже были? нет у нас 20-й открытых дверей а не будет он был на день открытых дверей и все там училище нет надо будет устраиваться где-то на квартиру дверющих людей ну вот Нина Александровна говорила что у него есть там связи со священником и в том числе и вот может быть через кого-то верующих чтобы у верующих людей быть на квартире она на себя взяла и дала обещание Насте не обещание ты так не дала а просто говори обещание попробуй поговорить такое обещание нам нужно от нее зависит только то что она может поговорить а остальное да молите чтобы Господь ползу специальные все 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 успешно все замечательно слава Богу как у вас еще учитесь когда сдаете 28 июня экзамен 28 июня через 10 дней так еще у кого у тебя уже все закончилось нет я до конца июня у меня еще 3 экзамена ну вот да пускай они хоть все лето будут у нас хоть кто-то дома есть ну я что я не все да да слушаем Галину сестру у меня небольшой отчет по тем поступлениям пожертвований на лечение нашей Насте Дроба вот с 13 мая по сегодняшний день по 17 июня получается пришли поступления от Михаила Петровича Андрея Сергеевича Яны Сергеевны Сергея Викторовича Ольги Владимировны Сергея Александровича Игоря Евгеньевича Надежда Михайловна Юлия к сожалению не знаю отчество Владимира Александровича и Алексея Валерьевича спасибо с Христос вы оказали помощь Насте и оказались ей самыми ближными низкий вам поклон спаси Христос братья и сестры которые помогают которые заботятся о сестре потому что это Господь воздаст вам смех вою ибо милостыня пред Богом будет всегда пребывая по веки братья Третьякови Игоре помолитесь путешествующей он сегодня у него будет еще кроме того встреча они на службе там будут и будет встреча с каким-то человеком от которого зависит многое по работе для Игоря так что помолитесь где-то после обеда в обед у него будет эта встреча на какую-то тему беседа да беседа будет по работе по работе по работе какие-то моменты вот денежные вопросы что там все понятно коммерчески сложность вот от настальника нашего есть такое послание сообщение уведомления я прочитаю с вашего позвоночника в краевой администрацию в краевой музей в газету Алтайская правда и в другие СМИ в поселке Потеряевка Мамотовского района Корчинского сельсовета на месте бывшего детского православного трудового лагеря в честь священомученика Климита Амкирского образован музей комплекс для бедных лагерей в него входит и часть строений на самой территории деревни комплекс коллоиц баня лабаз для хранения продуктов тестомес игровая площадка дополнительные склады для хранения бастильных принадлежностей одежды обуви небольшие огород сад линия электропередач до бывшего лагеря Стана смотровой зал для кино вигвам место для пятничного костра картошки устройство для обеда и для молитвы на ветру спасение от комаров специально созданный пруд южный для безопасного купания детей лодки лагерь Стан активно и счастливо просуществовал 45 лет в нем отдохнули и научились многому полезному для душ и тел тысячи детей и с родителями все музеи работают на прошлом показывая то что сохранилось от того чему посвящен данный музей уникальность нашего музея комплекса для бедных лагерей именно в том что и здесь государство не вложило ни рубля в его создание и деятельность музея направлена именно на будущее дан пример бескорыстного служения богу и людям чтобы побывавшие в этом музее смогли понять что можно без миллиардных вложений в создание детских лагерей сохранить юные поколения для счастливой жизни в вечности а не только здесь на земле о деятельности этого православного лагеря Стана снято 475 видеороликов и госфильмы занявшие первые места на международных киноконкурсах и первое место в России в предчувствии режиссер Кузнецов Златоуст из Потеряевки просим внести в реестр данные о нашем таком убогом невзрачном и бедном на первый взгляд музее работающем на всех бесплатно главный лодунг лагеря Стана был Россия должна встать Россия это мы этому предшествовали следующие события 29 июля 2016 года часть протокола номер 52 дробь 1 собрание деревенской общины поселка Потеряевка повестка передача собственность деревни Потеряевка построек 8 келей для ночевок столовые на открытом воздухе кухня пекарня игровой зал игровая площадка все огорожено детского православного трудового лагеря Стана в честь священномученика Климента Анкирского решили принять постройки лагеря Стана в собственность деревни Потеряевка и в дальнейшем обеспечивать сохранность всех этих построек лагерь Стан не занимал ни одного квадратного метра земли годной для сельхозов угодий он на навозной куче среди зарослей крапивы в 200 метрах от деревни к северо-западу 06.06.2018 часть протокола номер 61 собрание деревенской общины поселка Потеряевка повестка лагерь Стан сделать музеем нужно сделать на месте бывшего лагеря Стана комплекс все постройки побелить огородить и сохранить сделать таблички музей комплекс для бедных лагерей детские площадки нужно облагородить и пользоваться деревенским детям попросить Лапкина Игнатия Тихонович чтобы он по возможности сил взял на себя ответственность по ремонту лагеря для музея Игнатий Тихонович говорит я ни рубля не прошу только ваших молитв согласен помочь из лагеря Стана сделать музей все присутствующие жители поселка Потеряевка единогласно проголосовали за то чтобы на месте бывшего лагеря Стана сделать музей комплекс для бедных лагерей бывший начальник этого лагеря Стана заведующий музеем музей комплекс для бедных лагерей Лапкин Игнатий Тихонович 10.06.2018 года день европейца телефон 8 961 230 70 60 вот он просит отнести эти пять сообщений в администрацию 2 краевой музей 3 газету Алтайская правда 4 свободный курс 5 вечерний бронавол на 6 ставить печати что приняли кто возьмет на себя эту миссию лес рук музей давайте краевой надо один человек Марина наверное попросить сразу на последний нужно поставить печатки она приемная зашла дала и печать поставила официальный человек в крючок а какой музей краеведческий наверное краеведческий я думаю краеведческий что это краевое помог краевое вот этот наш на ползунду это Марине отдать но Марина надо спросить ее вначале отдать где она ну она член общины у нас ему не чужому человеку тем более секретарь попросить ее и все ну попросим брата попросить сестру которая является секретарем общины который нет на многих нет машина ты можешь раз проехал и представитель что грозят гумбудерами снести для этого еще встань ты скажи я просто скажу зачем вот этот музей там ремонтировать побелить я видела просто ролик что они туда пошли там уже вот буквально два года там все падает там все уже подпорки ставят он рушится что его нужно сохранить ну такое странное для бедных лагерей почему ну в общем такое Игнатизович придумал на знание почему сделать из этого музея потому что власти грозят и там тем что снести его полностью что пришли бульдозера и закатали все это зачем непонятно чем он мешает там все и так все залетает он никого не мешает там никто не живет там никого нет они вот что снести он приводит пример что на разъезде где-то как вокзал то железнодорожный был тоже никого не мешал тоже пришли бульдозером все в лесополосу все эти блоки бетонные столкнули вот убрать столкнуть уничтожить разрушить а зачем а кто делает это кто на разрушение это все делает потому что власти вы хотят ничего не соседает только разрушает официальные бумаги что зарегистрированный музей то тогда они не посмеют сделать разрушение не пригонят бульдозера мы даже рады что все так это очень хорошо кто из нас не был в лагере все были в лагере это такая память наша она должна нас обязывать просто что мы должны это сделать просим брата попросить сестру что еще у нас какие вопросы просьбы пожелания как у тебя разрешается вопрос твоей трудовой деятельности слава богу тишина ответ не пришел и видимо не придет я забор новый построил из рабицы натянул слава богу меня не трогают я тоже заражен не лезу спаси христос за молитву сетка уже стоит никто ее не не ворует слава богу я звонила Нине Свечниковой у нее все хорошо ей прооперировали оба глаза в начале один потом второй она сейчас видит очень хорошо всем передает привет слава богу а всем напомнится стучает а всех спрашивает кто как что в общем все нормально помоги господи помоги господи но всех моих коллег Львов Николаевна Надежда Танин кто еще у нас Юлечка Володи нету наверное на работе что-то мне СМС куда же не прислал поздравляю поздравляю с дел медицинского работника и молитесь о нас чтобы мы работая не допускали ошибок особенно молитесь помните потому что моя ошибка может привести к большим неприятностям как для больного так и для меня естественно чтобы я не ошибался чтобы не было вот этого взятого случая случая спасибо господи и чтобы сапожники были сапогами то есть здоровье тех кто настраивали здоровье необходимо тоже ну по милости божией у нас появились красные евангелия вот нужно их распространять благовествовать так что и еще одно объявление я вел занятия по скайпу и мы до 10 октября у нас каникулы Тихонич распорядился потому что летом всегда и семья Савченко взяла на себя миссию и они сейчас ведут занятия в эти же дни но не в 6 а в 8 поэтому если кто в скайпе найдет Жанну или Виктора и хотят участвовать сегодня будет 8 вечера занятия по изучению скажи как найти какой адрес скайп Виктор Савченко ищите его или ко мне или через меня Пупков Сергей Пупков Сергей один можно через меня я тогда дам координаты потому что у Жанны очень сложный скайп а мой скайп Пупков Сергей один вот так что кто хочет и летом в ног Христа посидеть милости просим как Енафа что у Енафа у нее сейчас она вроде говорит у нее сейчас практику собирается проходить но у них сейчас конкурс идет формальный эксперимент это когда делаешь одежду из подручного материала из любого там то есть из строительного материала из пакетов старых то есть из всего такого называется формальный эксперимент вот сейчас она этим занимается ночью почти редко спит сейчас не спит по ночам работает постоянно шьет потому что днем она в город куда-то уезжает по делам она сейчас дома не мешает дома шьет еще у нас опять неприятность брат наш опять вернулся в объятия зеленого змея так что надо поехать к нему как-то сидеть его с голубями братья не забывайте надо посмотреть пищу сегодня есть там у них или нет кто будет дежурить всегда помните что без пищи голуби могут прожить определенное время а вот без воды они гораздо меньше времени могут находиться ну вода рядом вода не слушайте дурочилов все молчилов вот тут ну рядом вода балбес старый ой ну вообще голуби какие так идиотина ищу путешествия я хотела поблагодарить я многих просила папе свое молиться у него сильно утяжеление состояния было оказался не знаю как-то не достался или нет в лимфоузле остался рост появился и произошло прорастание в пищевод и в бронх то есть там дышать есть не мог и прям вообще очень тяжело все было и буквально испугались что вот ну все вот уже конец я просила помолиться чтобы господь даровал ему еще время для покаяния чтобы он еще пожил и как-то обратиться вот очень многие молились за него и писали спрашивали как самочувствие мы вот сюда на ползунова приходили он здесь был и найти полную экскурсию сделал и вот не знаю как на духовном то есть я с ним разговариваю но кажется еще ничего может быть работа какая-то уже конечно внутри да вот ну и произошло можно сказать облегчение то есть он прошел три недели это считается много лучевой терапии курса химиотерапии там очень сильно у него упали все тромбоциты все анализы на критическом уровне но он все выдержал и в концу уже всей этой терапии он начал есть у него появился аппетит и можно сказать с улучшением он вот вчера его выписали он жил у меня и у сестры то есть мы по очереди его возили в стационар он не ложился то есть каждый день были и утром и вечер капельницы и лечение и там все-все-все мы сколько лет 69 было у нас с ним в один день рождения вот он поехал домой на месяц у него сейчас передышка потом будут дальше обследовать результат посмотреть какой но аппетит говорит о том что произошло улучшение и он смог глотать то вот только жиденькое вот такое лечение проходить нужно иметь большое здоровье большие резервы 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 пасечник всю жизнь с пчелами на пчелах на меде на прополисе может быть поэтому Господь дает силы это все перенести а может ждет покаяние за дочку за дочку за дочку еще звонил отец Дионисий это настоятель храма Антония Петерска куда моему отец он был в Потеряевке и Иглай Тихонович переслал ему фотографии попросил меня в общем он на меня вышел он реставрирует иконы и ему нужен расходный материал старые валенки ну или войлок если у кого то есть в подвалах рваные неважно то есть нужен сам вот этот натуральный натуральный валеночный войлок или вот и еще попрошу ваших молитв есть такой брат Рустик с Украины он занимается по скайпу Рустам он недавно принял там погружение полное троекратное вот он хотел идти в армию я с ним имел беседу и отговаривал его и у него произошло ну как я даже то есть он покаялся в том что хотел идти в армию слезным причем покаялся да открылись у него глаза и благодарил знаете и меня и все кто занимался с нами по скайпу вот такой у него была духовная борьба он за денег хотел идти он медик и он у него есть желание приехать в Россию лечить я резюме вам на мейл скину если у кого-то есть возможность узнать как тут у нас работает он просил там за 8000 работает на музей он в Италии учился то есть он такой узист узист да Рустав чьего за залог молитесь Наталья усатая должна приехать 15 юля потому что у нас крещение нынче выпадает 8 вот но у нее только вот она может 15 пролететь ну и видимо будет отдельно для нее как-то видимо потому что раньше у нее никак не получается ну а больше я не знаю кто еще по слову крещен нет он уже крещеный крещеный он просто они там все такие он из Донецкой области у них там идет война при этом все это дело в ополчении и воевать я бы сказал что я не знаю что я не думаю потому что он христианин и не должен Александр Мариасов мне прислал ссылку на интересный материал ну интересный он конечно давно это известно но тем не менее я не знал что так широко масштабно у нас идет распространение неоязычества возрождение этой вот веры которая была до Христа распространявшаяся здесь у нас на Руси они называют себя древне древнеправославные там у них разные там у них много всяких древнеправославных главное что они откровенные антихристиане это то что задорно что вот это да ну и задорно в том числе там вот это викинги туда что оттуда все это пошло не изучили ничего своего не было у нас все привнесено извне так что ну вот какая вот да мы вот с Сергием записывали с Брахом Владимиром мы были когда родителей провожали ролик записывали с ним сидели разговаривали с этим древнеправославным вот я древнеправославный я подумал что старообрядец старообрядец да а вот старо православная старая вера он потом начал говорить ой 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 он как начал бога хулить нашего ой ой прям буквально пять минут прошло как он начал поливать вот такими погаными словами не матершинными а самые поганные слова которые не матершина можно взять и такими витеватыми выражениями я уже говорю ты игру заткни пасть свою а то а то сейчас это тебе кто-то ее тут точно заткнет ты что вытворяешь тут сидишь как раз и такое можно обои говорить придумают на ходу что-то видать учатся ну да у нас все собираемся проходит у нас так что я об этом сказал вам не зря потому что это должно нас еще больше насторожить и обязать следовать словам апостола Павла который нам сказал вникай в себя и обучение занимайся с ним постоянно и вот так спасешь себя и слушающих тебя значит нужно себя спасать и чтобы слушающие были вокруг тебя значит нужно говорить значит нужно вести благую весть благовествовать нужно и нужно вот здесь заниматься так что хочу с вами быть увы работа ну и к Насте надо как что сейчас еще дочка ваша дочь находится в глубокой депрессии никак не может выйти из нее сатана ее просто она находится у нас с ребенком вот вот я практически занимаюсь что называется психотерапией если это психотерапия то есть душевные такие беседы бывает что все вроде как вот вроде уже потеплее потеплее потом опять он закрутит там начинаются вопросы там туда-сюда вот почему да нет мне прощения никак как я теперь перед ними там ну одним словом молитесь крепко о ней а ее навестить нельзя молодежь я думаю что она это не примет не примет не примет не примет Настя звонила дробот ей потому что у нее уже была аналогичная ситуация она как бы вот сказала об этом да ну и благодарна я ей говорю да ты посмотри на людей так сравни свои беды с бедами других вон братья Сергея всегда помните не сиди его на крыльях молитвы это каждая минута я пятнадцать лет уже мучений когда вся каждая клеточка болит и когда ты не можешь мы еще боли болим так где-то хоть как повернуться можно в какое-то положение понять другое а то ничем не можешь изменить свое состояние и только мысли одни это просто чудо великое что господь ему дает такие силы противостоять сатане а старообрядцы братцы как они она же старообрядцы молится тоже конечно у нее же там куча подруг она туда ушла отсюда тут у них не было хороших друзей там должны прям навалиться все как говорится любовью поглотить там делов то еще нарожает что то у них такие вот да я тоже это все прошел что время лечит да немножко конечно там какое-то время прям тяжело да а потом то что дело молодое как говорится мало времени еще прошло ну мало времени время полить главное чтобы это руки не наложило да вот это самое главное чтобы не было отчаяния отчаяния а это что такое уныние она даже его не знала этого ребенка уныние отчаяния да как же а что она его откуда она нет брат нам не понять женскую психологию это сто процентов не понять не понять я знаю потому что лучше нам в этом потому что я же мы постоянно разговариваем со своей пришлось пока забеременела так давайте просто если есть возможность если есть расположение молитесь и все Господь все самоустроит как там брат Никита ну его дочь кто пишет кто звонит ну это он очень он недавно болел в больнице лежал сейчас в больнице был а мы и не знали надо же говорить нам об этом мы сами только недавно узнали да после того как ну если просто простой с насморком в больницу не положат конечно ну подозрение видать было на воспаление что-нибудь а сейчас нет ну ты спросил да Никита Колесников присылал письмо вот там у них идет агитация волонтеров на войну такая женщина камуфляжная такая он так пишет баба какая-то крашеная у него такая так у него вот это вот баба ненавистничества так оно и такое жена жена ненавистничества как-то не надо было да перехлестывает обидели они ну может быть да да не читал цветы не читай монах там хотя златоуст ненависть это трудно убить чем он занимается на работу пошел учиться не знаю что он будет не знаю не писал пока еще он на Украину переулки да на родине во исполне да у родителей что там вином не тона что ли ему только идти продавцы что ехал говорить он достиг Украины да давай на самолете на самолете вывезли и все там быстро ну что братья и сестры продолжение следует песнопение трапеза занятия боговест да море достоя и всякого истину уложите тебя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херурим и злобнейшую без сравнения с серафим безысления бога слово родшую сущую богородицу тебя величаем господи защити родину нашу от нашественных иноплеменников от внутренних распри от беззакония которое в тайне останови делающих зло просвети правители страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих так же просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покажутся в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе господи праведны суды твои над россией за то что оставили тебя и слово твое изреченное в святой библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое бога иегова дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а воочи господи научи нас семикратно в день проставлять тебя за суды правды твоей тебе хвала слава честь и поклонение пресвятая троица отец сын и святой дух аминь 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 блять ведь аминь аминь